ДИМА ВАН ПОЙНТ Звуком автомобилей. И да, я как всегда выражаю респект сообществу Forza World, которые перевели всё максимально быстро, поэтому если вы хотите быть в курсе всего происходящего в Forza быстрее, чем у меня выходит видео, то ссылочка в описании. Ну а мы погнали. Было создано 320 абсолютно новых записей автомобилей. Разработчики обещают, что каждый автомобиль звучит уникально. Записано несколько версий Toyota Supra. Вместо Диностенда звук автомобилей записывали вживую. Для воспроизведения звуков в игре используется гранулярный синтез. В этом типе синтеза готовые звуки разбиваются на множество мелких фрагментов, которые изменяются для достижения нужного результата. Гранулярный синтез в игре работает при частоте 90 кадров в секунду, благодаря чему машины стали отзывчивее в плане звука. Модульная звуковая система и трассировка звука улучшили влияние окружения на звучание машин. Звук реалистично меняется, отражаясь от разных поверхностей, включая машины других игроков. На Xbox Series X и S задействована новая система компрессии звука. Мир и автомобили звучат чище и реалистичнее. Во время тюнинга игроки могут послушать, как будет звучать автомобиль, если установить на него выбранную деталь. Звучание машин-драватаров с точностью соответствует всем установленным апгрейдам. Звучание двигателя и окружение при езде от первого лица стало глубже. Звук при взаимодействии шин с поверхностью будет отличаться в зависимости от их типа и размера. Положение крышек-приолетов оказывает большое влияние на звук. Также, демонстрируя звуки автомобилей, нам показали частички карты, которые до этого мы видели лишь мельком. Это различные биомы, как до этого говорилось. У нас видна песчаная пустыня с редкими растениями, по которой едет Супра. Дальше едет Лианча Стратос, и тут уже рельеф местности меняется на более скалистый. Конечно, никуда не делась растительность, и во фрагменте с Морган-При Уиллер мы это видим. Согласитесь, очень похоже на Англию из уже устаревшей четверки. Пустыня пустыней, но пляжи нам нужны для красивых фоточек. В моменте с гольфом это видно. И здесь меня жмыхнула ностальгия по Форс Хорайзен 3. XJ-220 находится на дороге в сельской местности. Тут уж очень похоже на Хорайзен 2. Очень интересная локация получилась в моменте с 4GT, где зелень граничит с пустынной местностью. Ламборгини Уракан несется по ночной дороге в сторону фестивальной площадки. Это можно увидеть по салютам и воздушным шарам в небе. Во время торможения можно увидеть засветы от фар. Такой эффект создается от анаморфных линз, которые используются в кинообъективах. Эффект неплохой, но использовать его в 2021 странное решение, ведь даже в кино стараются его обходить стороной. Subaru BRZ едет по лесу и тут будто бы находится в своей стихии. На моменте Chevy Camaro можно увидеть на фоне какой-то город с высокими зданиями. Будет ли он такой один на карте? Стоит еще выяснить. Конечно же соблазнительный звук Феррари и лесная тоги, которая автоматам уже понравилась любителям дрифта. Небольшой отрывок тропиков с вайпером и дальше пляжный момент, где можно рассмотреть небольшие прибрежные домики. А вот и та самая деревня, которую нам уже показывали, но теперь со слегка другого ракурса. Наводит суету там Lamborghini Miura, которая смотрится в этой локации как у себя дома. Ну и заканчивается все на том самом Mercedes, который мелькает абсолютно везде. Прошу заметить, старый железнодорожный мост справа. Он своим строением будто бы намекает на то, чтобы по нему прокатились. Ну и немного новой общей информации по игре. Forza Horizon 5 предложат самую богатую автомобильную линейку за всю историю серии. Мост в джунглях, показанный в дебютном геймплее, не является частью шоссе. Это немножко грустно. Среди готовых персонажей будут как классический герой Horizon, который мы видели в предыдущих частях, так и новые лица. Стартовая локация вышибалы стала больше. Добавлено более 500 новых движков для свапа. Также в характеристиках автомобилей появилась новая графа – бездорожье. Через пару недель разработчики расскажут об игровом мире и покажут более детально локации. А еще через некоторое время поговорят о саундтреке и опубликуют полный лист стартовых автомобилей. Естественно, про все эти события будут выходить видео, поэтому я надеюсь, что вы уже подписались на канал, а также нажали на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Кому понравилось, не жалеем кнопку лайка. А также напишите, как вам звуки. Может, стоит взять и сравнить с предыдущими частями серии. В общем, всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok